Памятные даты и события окружают нас в повседневной жизни. Практически каждый день знаменателен чем-либо. 10 февраля 1941 года родился старожил Бердска Анатолий Солоницын. Он первым из горожан получил звание «Почетный даритель музея». Умер Анатолий Михайлович 15 ноября 2020 года. Но сегодня, благодаря ему, каждый бердчанин может прикоснуться к редким книгам, например, к памятнику сказочного фольклора. Это редкое антикварное издание. Анатолий Солоницын в городе хорошо знает. Он был старожилом Бердска, членом общества книголюбов Новосибирска, краеведом, коллекционером старинных книг. Всю свою жизнь собирал домашнюю библиотеку. Как великий экономист говорил, подвергаю все сомнению. И мне нужно, чтобы все познается в сравнении, мне нужно было какой-то эталон или образец. Мы читаем одно сравнить с другим. А ими являются только старинные книги, что были изданы до революции. Любовь к книге и к интересу физических знаний, что биоразвитие мне было, меня привело к собирательству библиотеки. Этот ценный экспонат удивительных сказок подарил Анатолий Солоницын. Книга-альбом дает уникальную возможность узнать о мировоззрении славян. Золотая рыбка, жар птица, Илья Муромец и другие. Всего 12 произведений. Некоторые из них позже были переложены Пушкиным и Ершовым, уже в поэтическую форму. Альбом русских народных сказок «Ибылин» издан в Санкт-Петербурге в 1875 году. Для более чем столетнего срока состояние хорошее. Особо ценный экспонат – антикварное издание под редакцией Петрова, который смотрел на сказку не просто как на воплощение народной фантазии, а как на глубокий пласт национальной культуры.